Марка Джак – это наше новое автомобильное всё. Ведь именно этот китайский бренд неожиданно оказался настоящим спасителем отечественного автопрома. В прошлом году КамАЗ сделал из джаковского среднетоннажника бескапотную модель Pompass. Другая модель поднебесного происхождения – кроссовер GS4 – недавно сменила шильдик, чтобы дать возможность возродиться москвичу. Для малотоннажников Джак тоже нашлась своя ниша. Как выяснилось, они будут продаваться под специально созданной маркой Соллерс. Их задача – спешно заменить собой ушедший транзит, который выпускался на российском заводе Форда. Собственно, машин будет две. Старшая – цельнометаллический фургон Джак Сан Рей, отныне именуемый Соллерс Атлант. У него будет несколько версий полной массой от 2,5 до 4 тонн. Помимо тоннажа, покупателю предложат выбрать отдачу дизельного мотора. За короткобазную версию решено просить чуть меньше 3 миллионов рублей. То есть даже нелокализованный Атлант стоит столько, за сколько сейчас отдают дизельные Газели Некст. Похоже, что Соллерс и Джак сразу решили демпинговать. Впрочем, на стороне нижегородской полуторки, рамная основа, прекрасно знакомая сервисменам конструкция, а главное – прогнозируемая надежность. А вот Атланту только предстоит доказать свою пригодность для наших дорог. Новинка номер два – маленький бортовой грузовичок, усердно копирующий Hyundai Porter. Будут предложены модификации массой 2,5 и 3,5 тонны. А в список доступных моторов, помимо дизеля, внезапно вошел и бензиновый агрегат. Стартовая цена бортового головастика по имени Соллерс Арго чуть больше 2,5 миллионов. Единственным конкурентом станет грядущий Соболь НН, но он поначалу будет только цельнометаллическим. От своих китайских прародителей машины отличаются исключительно эмблемами. Сообщается, что заказы вовсю принимаются, но реальные продажи стартуют через несколько недель. Правда, уровень локализации первых машин будет минимальным. На 2023 год запланировано полноценное производство со штамповкой кузовов и полной сборкой. Локализовать обещают электронику, пластиковые детали, элементы шасси и даже дизельные двигатели. Сборкой моторов загрузят завод, где когда-то собирали легковые фордовские движки, а позже собирали сделать дизели для покинувшего рынок транзита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова